Между тем, программы «Благоустроенное село» и «Благоустроенное махаля» продолжают доказывать свою эффективность. За спиной уже немало примеров, когда комплекс созидательных работ сделал жизнь людей лучше, открыл новые возможности, а вместе с ними и адреса социальной значимости. На этот раз в объективе наших камер махали ряда районов Джизакской области. С конкретными фактами наш корреспондент. Созидательная работа сегодня охватила каждый регион республики, в том числе Махали-Шаралак и Нонесенгель-Шаров-Рашидовского района. В рамках программы «Обот-Кошлок» и «Обот-Махаля» из госбюджета планируется выделить 215,1 миллиарда сумм. В частности, для преображения Махалей-Наврус и Кахрамонду-Слигского района планируется выделить 24,7 миллиарда сумм из республиканского, 63,3 миллиарда сумм из местного бюджета, а также за счет банковских кредитов и спонсоров. Согласно программе, Махалей-Кахрамон планируется выделить 24 миллиарда, а Махалинскому сходу граждан-Наврус – 26 миллиардов сумм. В Махалей-Кахрамон, принадлежащей сектору прокурора, ведется работа по благоустройству 14-ти многоэтажных домов. Ремонт здания Махалинского схода граждан завершен на 90%. Установлены три новых трансформатора. Действительно, радует класс начатая в Махалей-Кахрамон созидательная работа, а дошкольная образовательная организация, где ремонт близится к завершению, откроет двери для 200 воспитанников. В настоящее время в Махалей-Кахрамон проживает свыше 6600 человек. Полностью заменены крыши 14-ти многоэтажных домов в нашем селе. Устанавливаются оконные рамы и двери. Протягиваются закрытые кабеля электроснабжения. На двух улицах устанавливаются новые трансформаторы. К 1 июня мы собираемся запустить в нашем регионе новое текстильное предприятие. В результате лица, внесенные в железную, женскую и молодежную тетради, будут обеспечены работой. Благоустроительная работа продолжается и в Пахтокорском районе. Акцент делается на замену шифера на крышах и ремонт фасада. Более 100 многоэтажных домов. На созидательную работу будет выделено 53,7 миллиарда сумм. При образовании Мрада и жители Махалио шли к Заминскому району. Спустя годы началось асфальтирование 1,1 километра дорог улицы Эльобат, нуждающейся в ремонте. Кроме того, ведется строительство Дехканского рынка, Махалинского гузара, реконструкция зданий школы номер 5 и сельской и семейной поликлиники номер 15 Заминского районного медицинского объединения. Для целевого и эффективного использования выделяемых средств создаются рабочие группы. Ведется контроль и оказывается практическая помощь.